Весной этого года при обследовании здания художественного музея специалисты обратили внимание, что потолки в нескольких помещениях существенно прогнили, что создает риск обрушения. В некоторых местах снова возникли протечки крыши, а западный выставочный зал так и не был открыт. В нем обнаружено опущение потолка, что грозит обвалом крыши. После обсуждения в правительстве региона было принято решение о проведении ремонтно-реставрационных работ на втором этаже объекта культурного наследия. На эти цели с бюджета выделили чуть более 12 миллионов рублей. Мы увеличиваем тем самым экспозиционную площадь. У нас будет два новых экспозиционных зала, потому что сейчас в музее представлено всего 3% того фонда, который мы храним. И будет, конечно же, создаваться новая экспозиция. Наводить порядок будут постепенно. В два этапа захватив фондохранилище, комнаты научных сотрудников и западный самый большой выставочный зал. Сейчас его готовят к ремонтным работам. Ситуация осложняется тем, что музей находится в здании, представляющем высокую историческую ценность, что осложняет проведение там реставрационно-ремонтных работ. Однако это не отменяет намеченного восстановления. До зимы здесь проведут противоаварийные работы, а также полную реставрацию. Заделают трещины в стенах, перемычках, сводчатых перекрытиях, покрасят потолки и стены, полностью заменят паркет, окна и двери. Второй этап реставрации – это, конечно же, работа по всей замене инженерных конструкций, отопление, соответственно, вентиляция, климат-контроль. Помимо всего прочего, конечно же, в рамках реставрационных работ под создание новой экспозиции мы планируем, что у нас будет новая подвесная система, музейный свет. В настоящее время разработан план по эвакуации культурных ценностей. Все экспонаты предполагается переместить в другие помещения. На время противоаварийных работ сотрудники учреждения также будут осуществлять свою деятельность в открытых для посещения залах музея на первом этаже и в филиалах учреждения. Все работы завершить полностью планируют к лету следующего года.